16 июня завершается прием заявок на самый масштабный среди волонтеров Всероссийский конкурс «Доброволец России-2019», который будет проводиться уже в девятый раз. Он объединяет волонтера со всей страны. В прошлом году было подано более 15 тысяч заявок. Из них 224 – волонтерами Ямала. Подробнее расскажет моя коллега Альмира Новоселова. Добродел, друг, зонд. В городе Лабытнанге действуют различные волонтерские объединения, которые совершают добрые дела, проводят интересные мероприятия. В городе Лабытнанге добровольческие объединения разбиты немножко по секторам. То есть каждый занимается в своем секторе. Если это, например, друг, то они занимаются в сфере образования волонтерством. Добродел у нас благоустройство города. Они там открывают площадки и так далее. То есть каждый выбрал свою нишу. Активные и неравнодушные лабытнанцы ежегодно участвуют в конкурсе «Доброволец России». В 2018 году они представили 16 проектов. В этот раз условия изменились. Если еще год назад предложить свою идею могли только ребята, начиная с 14 лет, то сейчас уже с 8. Кроме того, количество номинаций с 4 увеличилось в разы. Всего 12 номинаций в конкурсе. То есть можно найти именно ту, которая подходит для вашего социального проекта. Это и помощь людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, и волонтерство в сфере образования. В общем, очень много возможностей. 5 декабря в Москве в рамках Международного форума добровольцев состоится награждение победителей премии «Доброволец России-2019». Победитель конкурса может получить до 2 миллионов рублей на реализацию своего проекта. Общий фонд – 45 миллионов. Альмира Новоселова, Сергей Антропов, программа «Время местное».